Выглядит словно недавно построенный, но нет. Здание у детского сада уже больше 60 лет. Капитальный ремонт начали в 16-м году, закончили в 18-м. И потратили на это свыше 17 миллионов рублей. Старанием взрослых дети не перестают удивляться. Маленькая Катя вместе с мамой впервые здесь радуется, что от дома детсад всего в паре шагов. Мы ходили в детский сад, который расположен на Сурповской, 26. Неудобно до него очень добираться, было далеко. Приходилось ездить на автобусе и долго идти пешком. Прогуляться по отремонтированному детсаду, словно побывать на интересной экскурсии. Вот новые кроватки, вот яркие игрушки. Уют создает современный тепловой пункт. Побываешь на кухне и точно пальчики оближешь. Суп гороховый, картошка тушеная с курицей, компотик. Все эти радости для 125 мальчишек и девчонок. На церемонию открытия звезд звать не пришлось. И своих в детском саду хватает. Спасибо строителям, скажем все дружно. Благо, устой и все будет как нужно. Строителей, правда, подводили, пришлось менять подрядчика. Но сегодня учреждение отвечает самым современным требованиям. Сводом этих четырех групп в 101 детском садике, высокогорки, практически все дети, все обеспечены садиками. То есть от трех до семи лет полностью. Поможет в создании ясельных мест совместная программа городских и областных властей. Уже в этом году в Архангельске начнут возводить два новых детсада в Майской горке. Решаемый вопрос о строительстве садика в Соломбале. Кроме того, вы знаете, в этом году мы уже сдаем садик в Турдеево. Ну и кроме того, у нас есть еще своя муниципальная программа, связанная с реконструкцией детских садиков в третьих этажей. Тоже на это уже предусмотрены деньги, как на строительство, так и на реконструкцию. В ближайшие годы на возведение новых детсадов Архангельск получит свыше полумиллиарда рублей. Помимо городской казны, это средства федерального и областного бюджетов. Артемий Заварзин, Александр Кузнецов, Регион 29. Артемий Заварзин, Александр Кузнецов, Регион 29.